Ольга Бузова после Африки уехала отдыхать в Арабские Эмираты. Она всё это так энтузиазмом рассказывала, как она едет по Африке, вернее по Эмиратам. Потом она будет плескаться в воде, её менеджер, как хвостик, ходит за ней и фотографирует её. Там она ещё будет плескаться в воде, а Антон будет её фотографировать в разных позах. Вот, а уже отключили Инстаграм. И Ольга Бузова слёзно плачет. Она отметила, не хотела показывать поклонникам свою слабость, однако в итоге решилась откровенно рассказать о наболевшем и разрыдалась перед камерой. Я не боюсь признаться своей аудитории, что не хочу вас терять. Вы моя мотивация и смысл моей жизни. Господа, конечно, будешь тут слёзно плакать. Двадцать три миллиона. Двадцать три, запятая и три. Короче, миллиона подписчиков было. За уши притянутые. А теперь в Инстаграм она пыталась за уши притянуть подписчиков с Инстаграма в свой Телеграм-канал. Обещала по пятьсот тысяч рублей. Всем, короче говоря, кто успеет подписаться на неё. Типа марафона, кто быстрее подпишется, кто окажется каким-то там подписчиком. И все кинулись в Телеграм-канал. Но, видать, успехи её не удались. Чем она хотела ей? Она там признавала, что радостная была, что ей галочку дали. 56 тысяч подписчиков, а у неё в Инстаграме было 23 миллиона. Разница огромная. Конечно, ей плакаться хочется, потому что она слишком много теряет. 55 миллионов с хвостиком теряет в год, потеряет в год Бузова, лишившись Инстаграма. Она больше всех теряет, потому что другие шоу-бизнесы, кто крутится, блогерши, у них меньше подписчиков, а у этой накрученные подписчики. Потому что сразу видно, что она их за уши не смогла перетянуть в Телеграм-канал. Конечно, теперь будешь плакаться, потому что не будет столько гонораров. Она говорит, что делилась своей душой такое ощущение, что часть моего сердца и жизни у меня просто забирают. Конечно, забирают. Она говорит, что она там была откровенна. Если ты была откровенна, что ж ты фильтры-то, фильтры зачем применяла? Лицо было совершенно другим. А сейчас ты слезно плачешь. Конечно, ты не будешь уже столько гонораров иметь. Так что плакать тебе, Оленька, и набирать своих подписчиков в Телеграм-канал. У меня пока нет подписчиков. У меня нет пока Телеграм-канала. Но я скоро его заведу. Только специально посмотреть, сколько будет подписчиков у каждого. И как вы будете выглядеть. А чего тебе плакаться? У тебя столько производства. У тебя там водка-бус, еще что-то, бус-вино. Там еще что-то какие-то производства. Так что тебе плакаться-то? Ты хочешь все и много? Дарила квартиры. Теперь можешь забирать квартиры и оплачивать свои расходы. Ты там, кажется, я хвасталась. Антону подарила квартиру. Ну, маме, ладно. Мамина квартира все равно потом будет твоя. Дело не в этом. Ты Антону подарила? Вот теперь забирай у Антона свою квартиру. Смех, да и только на тебя, Оля. Ты говоришь, что душу забрали. Душа, сердце забрали. А оно у тебя было-то, Господи, душа и сердце? Ну, дает. Такие сравнения делает. Это о чем говорит вообще? Вообще о чем-то говорит? Я думаю, о многом говорит. Если забрать у ребенка игрушку, а это, оказывается, была душа и сердце этого ребенка, что у нее отобрали игрушку. Осваивай теперь телеграм-канал. Контакт. Одноклассники. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии.